Вендинговый автомат со спиртосодержащими лосьонами появился на стене у входа в продуктовый магазин и сразу привлёк внимание бдительных горожан, которые и подали сигнал. Хотя некоторые любители горячительного уже облюбовали это место. Безработный Андрей Голощапов пришёл за заветным флаконом во второй раз. Признаётся, до этого покупал товар в киоске. Теперь все удобства рядом с домом. Она вот отдает просто бояршникам. Там она так вообще не отдаёт. Там просто идиловый спирт. А там вот я брал здесь вот один раз. Нормальный. Даже бояршникам отдаёт. Прёж бояршникам живой. Десятирублёвая монета, поворот вертушки. И так три раза. После этого флакон опускается в лоток. Предусмотрительный владельц автомата оставил для покупателя инструкцию. А вот чем может обернуться такая покупка для организма, не подумал. Такие настойки чреваты потери не только здоровья, но и жизни. Я пил, когда настоящий был, советский. То нормальный был. А этот плохой. Не рискнули бы? Нет, никогда. Я против этого всего. Позорно и стыдно. Везде валяются одни эти пузырёчки. Разве хорошо? Плохо. Нарушение торговли с помощью хитрой конструкции налицо. На автомате нет обязательных данных о предпринимателе лицензии. К тому же справится с автоматикой по силу любому школьнику. Кроме того, как показала экспертиза, информация на этикетке подобных косметических средств не соответствует реальному содержимому. Именно лосьон с экстратом бояршника проверялось. И содержание этого флакона говорит о том, что здесь никакая не косметическая продукция, даже не соответствует ГОСТу, а косметическая продукция. Здесь этиловый спирт, разбавленный с водой. И этиловый спирт в розничном звене, он в реализации не допускается. Так как поиски предприимчивого бизнесмена могли затянуться, к административной ответственности привлекли собственника помещения, где обнаружили автомат. Специалисты провели контрольную закупку, а затем изъяли сам ящик с флаконами. Теперь они намерены тщательно проверить их содержимое, а также все документы на торговлю. В этом году сотрудники областного управления потребительского рынка уже конфисковали свыше 500 подобных флаконов. Татьяна Федорова, Роман Авраменко, Липецкое время.